Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в проекте Joomla Sensei, это 39-й урок. В этом уроке я хочу вам показать плагин для Joomla, социальные кнопки. Социальные кнопки именно для ваших статей. Сейчас вот в примере вы видите, я открыл страницу своего демо-сайта и внизу располагаются популярные социальные кнопки. Зачем это вообще нужно, если вы не знаете, возможно на сайтах вы такое видели. Если ваш материал действительно интересный, тут какое-нибудь видео или статья полезная, самое главное уникальное, тогда ваши пользователи сайта вашего, если им захочется, они будут кликать, например, на социальную какую-то кнопку, где они находятся в какой-то социальной сети. Тем самым, продвигая ваш сайт, то есть друзья в его социальной сети увидят его заметку и оттуда, если захотят, тоже перейдут на ваш сайт из его социальной сети. То есть, например, он нажал «Я рекомендую» в Фейсбуке и люди, его друзья в Фейсбуке увидят ссылку и перейдут к вам на страницу по данной ссылке прямиком на эту статью. То есть, эти кнопки только для статей. Итак, переходим в админку сайта. Расширение менеджера расширений. Данный плагин вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Далее, со своего компьютера вы выбираете данный плагин. Вот он, данный плагин. Кликаю «Открыть», «Загрузить» и «Установить». Плагин успешно установился. Переходим на расширение менеджер плагинов. Кликаем по «ИД», чтобы быстро найти наш плагин. И еще раз. Вот он наверху. Заходим в него. Называется он, видите, «Content.Soft.Buttons». Сразу включаем. И давайте приближимся по настройкам. Здесь, видите, как идет разделение. «Фейсбук», «Лайк». И ниже идут настройки для данной кнопки. И, к нашему счастью, что здесь все на русском языке. «Показать фейсбук лайк» вы выбираете «Да», «Нет» на свое усмотрение. «Показать фейсбук share» «Да», «Нет». «Добавить теги». Вот это, честно говоря, я не знаю, что такое, поэтому оставим как есть. Вот «Вид лайк» кнопка, смотрите. Какая будет кнопка? Горизонтальная, вертикальная? Ну, сделаем горизонтальной. Ширина пока оставляем. Это не трогаем. Надпись кнопки. Вот «Нравится», «Рекомендую». То есть, видите, вот здесь вот я рекомендую. Текст я поменял. И у вас есть выбор, какой текст вы хотите, чтобы отображался на кнопке. «Нравится» или «Рекомендую». Цветовое оформление «Светлое и темное» вы тоже выбираете. И «Язык». Также можно здесь в списке найти русский. Вот он, «Руссиан». И аналогичным образом мы с вами настраиваем другие кнопки. «Твиттер». Показать, да, нет. То есть, возможно, какую-то социальную кнопку вы не хотите отображать. Поэтому вы здесь сможете выбрать. «Вид Twitter» кнопки. Оставляем как есть. Язык давайте выберем русский. «Гугл Плюс». То есть, вот эти кнопки я все советую ставить. «Да». Размер можно кнопки выбрать. «Загрузка» кнопки. «Пустая» синхронная. Оставляем как есть. «Язык». Также выбираем русский. «Linkedin» не совсем такая популярная сеть. Я не пользуюсь, поэтому я у себя отключаю ее. Так, и у нас остаются ВКонтакте. «Одноклассники» и еще кое-какие опции. Давайте сначала «Одноклассники» настроим. Оставим «Показать». Тип кнопки «Горизонтальная». «Текст одноклассников». Оставляем «Класс». В принципе, нормально. И давайте настроим «Одноклассники». Вот здесь написано, что нам нужно получить ID для кнопки. Для этого вы должны быть зарегистрированы в социальной сети ВКонтакте. Переходим в свой аккаунт в данной социальной сети. В социальной сети можете кликнуть на ссылку «Реклама», чтобы просто мы могли нижнюю панель увидеть футер. И здесь перейти к разработчикам. Подключение сайтов и виджетов. И нам нужна кнопка «Мне нравится». Дальше вы вот здесь выбираете «Подключить новый сайт». И здесь название сайта. Что-нибудь пишите. Название своего сайта. Я напишу просто «Демо». «Демо». Здесь нужно адрес целиком прописать. Указывайте точно ваш сайт, иначе эта кнопка работать не будет. Основной домен. Можете просто домен без протокола вставить вот так. Тематика сайта. Выбирайте какую-нибудь. И нажимаете «Сохранить». Появляется «Капча». Вводите то, что там изображено. И отправить. И нам нужен ID. Смотрим вот на это поле. Находим вот такой текст. IP ID двоеточие. И нам нужны вот только вот эти цифры. У вас здесь будут цифры другие, уникальные. То есть только вот эти цифры. Копируем. Переходим в админку нашего сайта. И ваш ID номер ВКонтакте вы вставляете его здесь. Так, давайте пока на этом этапе сохранить. И посмотрим, все ли у нас получается. Обновляем наш сайт. Заходим в какую-нибудь статью. И видим, что наверху наши социальные кнопочки симпатично располагаются. Вот видно, что ВКонтакте тоже появилось. Мне нравится. Дальше. Смотрите, что можно сделать. Я когда выставлял у Facebook текст, я выбирал рекомендую. Сохраняем. Смотрите, что получается. У нас кнопка залазит тут друг на друга. Что с этим делать? Видите, я рекомендую залазить очень сильно на Twitter. Вот у кнопки как раз Facebook. Вот почти у каждой кнопки здесь есть такое поле ширина. Вот видите, ширина. У меня это получается 130. То есть вы увеличиваете область для этой кнопки Facebook. Сохраняемся. Обновляемся. Еще надо немножко. Видите, да? Залазит. Кнопка. Вот этот, точнее не кнопка уже залазит, а счетчик. Счетчик кнопки залазит. Можно еще немножко увеличить. 130 поставлю. Обновим. Но тут получается вот такая ситуация. Предел есть. И кнопка, видите, классненький переносится. Здесь либо нужно убавить размер кнопки еще. Либо отказаться от какой-то кнопки. Либо оставить как есть, если вас устраивает в два ряда. Или можно просто здесь оставить нравится. И оставить расстояние, как было, 75. Обновляем. Да. И немножко все равно залазит. Поэтому делаем. В общем, мне хватило 100, чтобы здесь было такое нормальное расстояние. То есть вот здесь я выставил ширина 100. Да. И еще один момент. Тут, видите, вот здесь внизу идет текст маленький. Это ссылка на разработчиков. Нам она не нужна. Поэтому вот здесь дополнительные параметры. Скрыть копирайты. Мы выставляем Yes. Скрыть. Сохраняемся. Обновляемся. Все. И у нас исчезает та ссылка. Это ссылка на разработчика данного плагина. Нам она не нужна. Возвращаемся. Дисплей. Итак, нужен какой-то текст. Ставим Да. А здесь пишем, например, порекомендуйте мою статью своим друзьям. И выбрать можно размер в пикселях. Обновляемся. И вот такой у меня текст. Если вам статья была полезна, кликните по социальным сетям. Ну, здесь любой текст на ваше усмотрение. Если вы хотите какой-то текст отображать. Я отображать не буду. Выравнивание. Кнопок слева, справа. Вот еще, смотрите, важный момент. Позиция. Ниже текста. Выбираем. Это если нам нужно, чтобы социальные кнопки выводились ниже нашего поста. То есть в конце поста, а не в начале. Обновляемся. Видите, здесь исчезает. И внизу наши кнопочки появляются вот здесь. То есть на ваше усмотрение, где вы хотите, чтобы они были. Также в самом низу есть элементы исключения. Исключить категории. Если кликнем, можно выбрать те категории, которые у вас созданы. Вот так вот, да. И должны быть эти кнопки исключены. Или у конкретных статей отключить социальные кнопки. Если вам где-то не нужно в какой-то статье. И если несколько, через запятую, вот здесь в подсказке написано, можете перечислить все ID в тех статьях, где вы не хотите выводить кнопки. Вот у меня у одной статьи есть ID 1. Я оставлю 1. Сохранить, закрыть. Так, вот вы видите данную статью. С идентификатором 1. Я обновляю страницу и видите, социальные кнопки на этой статье скрылись. То есть если я перейду в какие-то другие статьи, здесь социальные кнопки видно. И если вы не знаете, как узнать ID статьи, материалы менеджер материалов. Список наших материалов. И вот здесь вот справа ID напротив каждой статьи видно. ID 1, который только что я исключил. То есть все просто. Вот у каждой свой ID. Через запятую пишите ID у тех статьи, где социальные кнопки не нужны. Вот такой вот полезный вам совет. Надеюсь урок для вас был интересен, полезен. А на этом я с вами прощаюсь и увидимся в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с Джумла, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами шаблона. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. Я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.